Всем огромный привет! Сегодня мы с вами будем разбирать состав первой январской коробочки Allure Box в 2016 году. Как ни странно, самая зимняя коробочка оформлена очень даже по летнему. По всей видимости, Максу Гошко-Данькову уже надоел снег, и он изо всех сил приближает лето. Но таким образом на нашей коробочке образовалась такая цветочная поляна. Оформление, безусловно, красивое, но мы с вами заглянем внутрь, что же находилось в этой коробочке. Начну я с новинки от L'Occitane, это масло комфорт для лица из линейки Carité. Здесь 4 мл, и сама миниатюра, ну прям безупречная. Под крышкой находится пипетка, при помощи которой очень удобно набирать средства. Мне на все лицо хватает где-то 3-4 капли. У средства маленький расход, поэтому я думаю, такой миниатюры даже хватит примерно на месяц-полтора использования. Если вы любите парфюмерные композиции средств марки L'Occitane, то и запах этого средства вам должен понравиться. Он очень нежный, очень приятный и такой обволакивающий. Вообще вся линейка Carité у L'Occitane, она является некой звездной линейкой, периодически выпускаются новые форматы средств. Я ими пользуюсь с удовольствием, очень люблю. У этого масла едва ли жирная текстура, оно больше нацелено на увлажнение вашей кожи. Если с ним не перебарщивать, а наносить совсем немножко и лучше на влажную кожу, то это масло вполне себе можно использовать даже под макияж. Это масло можно использовать как самостоятельное средство, либо наносить его под ваш ежедневный увлажняющий крем. После его применения кожа разглаживается, она становится заметно увлажненной и сияющей. В общем, продукт хороший, я думаю, он займет достойное место на ваших полочках. Следующее средство, о котором я расскажу, уже плотно поселилось в моем вечернем уходе за кожей. Я говорю о ночном спа-уходе от Виши. Миниатюра средства выполнена в моем любимом формате, это точная копия полноразмерной версии. Само средство это голубоватый крем-гель. Текстура крема абсолютно нежирная, он как будто бы полностью состоит из воды и только и ждет соприкосновения с вашей кожей. У средства очень приятный, свежий, необычный аромат. Впитывается он моментально, поэтому сразу после его нанесения можно спокойно ложиться спать. А вот на утро, во время умывания, крем не смывается с жирной пленкой, что говорит о том, что крем впитался за всю ночь. Он обладает ярко выраженным косметическим действием, кожа на утро выглядит отдохнувшей, посвежевшей. Быстрее уходит отечность и лицо выглядит свежее. Кстати, если ваша кожа уже достаточно увлажнена и не требуются такие интенсивные средства, то ночной спа-уход от Виши можно использовать в качестве маски. Тогда количество применений сокращается до двух раз в неделю. Средство стоит нанести на область лица, подождать 5-10 минут и промокнуть салфеткой. Следующее средство, о котором пойдет речь, стало для меня лично палочкой-вырчалочкой этой зимы. Вот уже около месяца я с ним не расстаюсь, и пока оно не закончится, я с ним расставаться вообще не планирую. Это увлажняющий защитный карандаш для губ от Пайо. Скажу сразу, я не очень люблю гигиенищики, которые оставляют на губах жирный блеск и визуальное ощущение того, что ты только что съела какой-то пирожок. В этом плане защитный карандаш меня очень выручил, потому что у него достаточно плотный стик. Для того, чтобы хорошенько накрасить губы, им нужно провести раза 3-4 по губам. После его использования губы остаются в первозданном виде, но только более увлажненными. Если не забывать его носить с собой в сумочке и пользоваться каждый раз, когда вы ощущаете сухость на губах, то буквально за 2 дня он восстановит ваши губы до идеального состояния. Это проверено на собственном опыте. Средства в стике достаточно много и расход у него минимальный, так что на целый сезон вам его точно хватит. Запах у этого средства есть, он не ярко выражен, но ощущается на губах постоянно. Если честно, я небольшая поклонница ароматных отдушек марки Пайо, но с этим ароматом я уже свыклась. Кстати, благодаря тому, что этот карандаш абсолютно не жирный, он отлично ложится как основу под помаду. Делает губы абсолютно ровными, сглаживает все шелушения. Теперь у меня в руках сразу два средства для волос. Это маска Бонакур из линейки Color Freeze и шампунь от Cloran. С маской Бонакур уже многие девушки знакомы, я говорила о ней в одном из своих видео. Это маска из линейки для окрашенных волос, у нее очень приятный аромат, густая текстура. Она делает волосы мягкими, послушными и на мой взгляд больше подходит прямым волосам, чем кудрявым. Это средство не утяжеляет волосы, а еще заметно придает им блеск. Питательный шампунь от Cloran содержит масло финика пустынного и подходит для сухих, ломких, поврежденных волос. Как практически все средства марки Cloran, этот шампунь имеет приятный травянистый аромат. Шампунь легко распределяется по волосам, он создает хорошую густую пену и промывает волосы на ура. Конечно, если концы волос у вас уже посеченные, то волшебства он с ними не сотворит, но он заметно уменьшит количество посеченных волос в будущем. Этот шампунь хорошо питает волосы, при этом не делая их жирными, добавляет им мягкости и упругости. Также в коробочке находилась одноразовая тканевая маска от StoryDerm. Эта коллагеновая маска подходит для возрастной кожи, так как помогает справляться с сухостью, мелкими, крупными морщинками, а также избавляет от пигментных пять. В составе много увлажняющих компонентов, поэтому эффект напитанной кожи будет заметен с первого применения. Маска подходит только для одноразового применения, но самой сыворотки и упаковки достаточно много, поэтому после нанесения маски на лицо вы можете спокойно собрать остатки сыворотки, нанести их на область шеи и декольте. Для того, чтобы компоненты маски лучше усваивались, она поднимает температуру кожи на один градус и придерживается этой температуры в течение всей процедуры. Ну и последнее косметическое средство из этой коробочки это парфюмерная вода Элисап Ля Парфам. Парфюм красивый, цветочный, очень стойкий и шлейфовый. Здесь присутствуют ноты апельсинового дерева, жасмина и пачули. На мой взгляд, это тот случай, когда аромат точно 18+, а может быть и больше. Он подойдет взрослым девушкам, которым есть что сказать. Этот парфюм лучше носить в холодное время года, потому что летом он может немножко придушить. В целом композиция очень красивая, и это как раз таки тот вариант, когда с блоттера и с руки аромат абсолютно разный. Поэтому если вы уж решитесь его попробовать, то обязательно пробуйте сразу на себе. Ну что ж, вот такой он состав январской коробочки Allure Box 2016 года. Напишите внизу в комментариях, какие средства из этого состава вам понравились больше всего. Обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте пальчики вверх. На этом я со всеми прощаюсь, всех целую и всем пока!